Еще вчера эта поляна возле строительной площадки в буквальном смысле тонула в бытовом и строительном мусоре. Сегодня здесь стало чище. Рабочие до сих пор убирают территорию. Застройщик оздоровительного комплекса в Форосском парке не выполнил поручение главы Крыма Сергея Аксенова. Накануне специальная комиссия Совета Министров выявила ряд нарушений. Разбитые дороги, уничтоженные деревья и кустарники, забитые грязью ливневки. В субботу застройщик приступил к устранению недочетов. Убираем листик и мусор, чтобы вода уходила. Вчера во время осмотра территории обнаружили и новую постройку. Глава администрации Ялты Янина Павленко вызвала полицию для составления протокола об административном нарушении. Это объект бытового значения. Это у нас трансформаторная будка, если говорить русским языком. То есть она у нас возводится в рамках объектов. После завершения строительства застройщик обещает отремонтировать и дорогу. Лагерь планируют открыть уже 1 июля. Художники из крымской столицы вносят свою лепту. В скором времени на территории оздоровительного комплекса появятся граффити. Это тропические листья. Они тут хорошо вписываются в пространство, потому что здесь вокруг зелень, деревья, парк. Застройщик планирует благоустроить дикие пляжи прибрежной зоны поселка. Со всеми сотрудниками стройки были проведены работы. Они ведутся каждый день и так, но уже на более высоких тонах мы поговорили. Были выписаны штрафы, определенные на подрядчиков, которые организовывают строителей. Сейчас ведутся работы по организации карт детских пляжей. Ситуация находится на личном контроле главы республики Сергея Аксенова. Раз в неделю застройщик будет организовывать встречи с общественниками. А компенсационная высадка деревьев в Форосском парке начнется осенью. Гузель Мамбетова и Максим Голубев. Телеканал Милет. Форос. Ялта.